Дом детства и юношества – учреждение дополнительного образования детей, система которого в 2018 году отмечает 100-летний юбилей. Сегодня значимость доп. образования нельзя недооценивать. Мир дополнительного образования очень разнообразен. И не зря, наверное, в 100-летие дополнительного образования хочется сказать многое о том, что это не просто, это веление судьбы, это история. Когда-то все начиналось с небольшого кружка по интересам. В ноябре 1917 года, когда большевики пришли к власти, они создали сразу своим указом, в ноябре, через несколько недель после прихода к власти, указ о создании отдела внешкольной работы. И уже в июне 1918 года в Москве появляется юнацкий кружок. Через год их было уже несколько штук. И один из них назывался очень смешно – насекомники. И у истоков создания этих кружков, а это вот и было начало дополнительного образования, которое в этом году празднуется 100-летие, но на самом деле дата – это июнь 1918. И представьте, в ноябре 1917 отдела внешкольной работы. И вот люди занялись проблемой именно занятости детей во внеурочное время. Сегодня Дом детства и юношества – это дом для детей, где они проживут события большие и малые. Малыши сделают здесь первые самостоятельные шаги в творчестве. Подростки найдут себя и, возможно, определятся с направлением в будущем. Родители должны понимать, что во внеурочное время, и они понимают, конечно, родители, большое спасибо родителям, которые это понимают, у нас все в Ахе, мне кажется, понимают это родители, что ребенок должен заниматься полезным делом. Но тут вот это возникает проблема – довести начатое до конца. И при смене рода деятельности это позволительно. Ребенок сегодня хочет заниматься лепкой, завтра он хочет пойти и стучать молотком, а послезавтра бегать на лыжах. Это все нормально. Дополнительное образование – особый этап в жизни ребенка. В доме детства и юношества дети общаются, познают, формируют личностные и лидерские качества, учатся ставить перед собой цель и стремиться к ее достижению, оценивать свои силы и самосовершенствоваться. Очень приятно видеть, когда наши дети возвращаются сюда, приводят своих детей, своих внуков именно в то учреждение, которое дало им вот тот путь развития, помочь им найти свою будущую профессию и просто быть хорошим человеком и уметь жить в такое сложное время. Увлеченные педагоги интересные программы позволяют в будущее идти уверенным шагом и занимать в образовательном пространстве округа все более весомую нишу. Система дополнительного образования вышла абсолютно на другие рубежи. То есть это образовательные учреждения, в которых работают педагоги по дополнительным общеразвивающим программам. Вот в городе Аха существуют учреждения художественные, технические, социально-педагогические, туристско-краизведческие и физкультурно-спортивные. Ну, конечно, традиционно наибольшей популярностью пользуются декоративно-прикладные виды творчества, потому что дети, когда маленькие, они, скажем так, да, они мотивированы на нас делать что-то своими руками, на деятельность. Естественно, деятельность – это художественно-прикладная. И техническое творчество. Уже потом, когда они взрослеют, они сознательно выбирают спорт, социально-педагогические виды деятельности. И, соответственно, наше учреждение удовлетворяет эти запросы. В этом году учреждение посещает 1341 ребенок. Какие-то объединения работают уже не первый год, какие-то только набирают обороты. Мы ходим в кружок 4 года, и мы тут увлекаем, и нам нравится прийти тут. Ну, мы стоим у самых истоков объединения «Сувенир» хореографическое. Хочу, чтобы это переросло в ансамбль со своими детьми. Это первые дети, которых я набрала. Всего у нас прошло два занятия. Ансамбль «Звонки и нотки». Я занимаюсь уже второй год. В этом году я выпускаюсь уже. Очень буду скучать по всем. Буду дальше продолжать заниматься вокалом. Я здесь работаю педагогом дополнительного образования по хореографии. Объединение у нас работает по программе «Танец как способ самовыражения». Поэтому у нас очень много импровизации в нашем коллективе. Коллектив веселый. Дети приходят с радостью. Мы занимаемся... Я стараюсь осветить детям, показать практически большинство направлений хореографии, которые присутствуют в мире. Ну, это современные элементы хореографии, начиная с уличной, заканчивая такими элитарными видами, как контемпорари, как джаз. Добро пожаловать к нам в объединение «Радость творчества» для развития мелкой моторики и коррекции рук, для развития творческих способностей. На занятия ребята лепят работы из различного материала, из пластилина, из папье-маше, из соленого теста. В Доме детства и юношества реализуются 32 программы. Дети танцуют, учатся актерскому мастерству, рисуют, лепят, изучают историю, готовятся к школе и многое-многое другое. Объединение флористика. Занимаюсь уже 18-й год флористикой с ребятишками. Вот. Сейчас у меня вот здесь и новички, и третий год обучения. Что вы делаете на этом объединении? Мы разрабатываем руку, мы работаем с природным материалом, работаем с бумагой. Сейчас вот мы вырезаем, то есть разрабатывается моторика. Потом после этого дети пишут красиво, аккуратно. Рука идет плавно, дети начинают хорошо рисовать. Я приехала с Горного Алтая и вот решила попробовать, так сказать, поработать с детьми, творческое объединение самоцветы. И вот мы занимаемся рисованием, композицией и дизайном. Педагогические работники повышают уровень образования, участвуют в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах и выставках. На сегодняшний день у нас проектов и как бы тех идей, которые необходимо бы реализовать, их очень много. Но, и вы знаете, что сейчас вопрос стоит о робототехнике, о кванториумах. Но, чтобы развивать это, это, конечно, уже большие вложения. Желающие есть, но постепенно мы, имея свое финансирование, имея внебюджетную деятельность, мы уже тоже не отстаем от области. Закупили наборы робототехники и, естественно, хотим сейчас вот это направление развивать, потому что она модна, современна, имеет большой спрос детей. Но вопрос стоит специалисты, которых у нас мало в этом профиле. Но мечта наша иметь также кванториум, иметь помещение для именно развития. Многие направления Дома детства и юношества известны на всю Сахалинскую область и за ее пределами. Так, творческая группа педагогов под руководством Валентины Якушиной третий год работает с объединением обучающихся для участия в фестивале «Казачок». Дети обучаются вокалу, фольклорной хореографии, стерилизованному боевому искусству казачества, истории. Коллектив «Северный ветер» – неоднократный победитель областных и всероссийских фестивалей. Объединение «Молодежный актив» под руководством Ольги Бабиной взаимодействует с органами государственной власти, общественными молодежными организациями, участвует в массовых общественных мероприятиях, проводит акции. Команда КВН – учреждение, многократный победитель муниципальных и областных конкурсов. Участники активные и целеустремленные, имеют успех не только среди сверстников. Молодежная общественная организация «ОАТА» – Ахинская ассоциация талантливых и активных. Ребята являются организаторами и основателями многих интересных мероприятий, выступают волонтерами на мероприятиях различного уровня. Форумная кампания «Формула успеха» – организация образовательных площадок и межмуниципальных молодежных образовательных форумов. Объединяет наиболее перспективную молодежь. Молодые люди могут продемонстрировать свои таланты, найти единомышленников, приобрести новые знания и опыт. Молодежный медиа-центр – объединение молодежных инициатив, формирующих информационное пространство. Ребята здесь приобретают навыки начинающих журналистов, реализуют молодежные медиа-проекты. Вообще, поддержку этого проекта мы получили от правительства Сахалинской области в ходе личного общения с губернатором в рамках его приезда в прошлом году, рабочего приезда в Аху. Суть проекта – это создание свободного медиа-пространства для молодежи, для реализации любых медийных навыков, каких-то своих творческих замыслов, прямой работы, возможности прямой работы с новым оборудованием, современным оборудованием, возможность попробовать себя как молодого журналиста, медийщика и так далее. Сейчас в стадии все это находится реализациями, пока первые пробы проходят. В рамках проекта предполагается создание каких-то видеопроектов, различной тематики, различных мероприятий. Начали заниматься вплотную новым проектом – это молодежный конвейер проектов, муниципальный молодежный конвейер проектов. Суть проста. Мы предлагаем всем, кому не лень, кто ходит в понятие молодежь, участникам образовательных учреждений, участникам каких-то некоммерческих организаций и так далее, из сфер всех спорт, культура, образования, телевидения, даже вы можете принять участие в нашем конвейере проектов. Для этого нужно оформить карту проекта, прислать ее на соответствующий адрес, есть информация, как это сделать и куда отправить, и поучаствовать в заочной экспертизе проектов. Проекты, которые будут признаны лучшими, будут поддержаны реальными грантами, деньгами и средствами, которые сейчас у нас уже есть на данный момент, для оказания вот этого задействия. Сегодня Ахинский дом детства и юношества – это действительно интересная площадка. Занимаются здесь больше воспитанием подрастающего поколения. При этом дети получают необходимые знания, умения и навыки в самых разных сферах.